Мы говорим о первых шагах Авраама в вере. Мы увидели, что вера в Бога живая, другой не бывает. Вера требует, чтобы человек слышал, исполнял. Это слышание и послушание. И одновременно требует вера от человека встречного творческого усилия. Вера может быть только живая, она ищущая и находчивая. Авраам прошел землю ханаанскую от севера до юга в пустыне Негев. И дальше его ждет великое испытание. Голод такой, что Авраам должен идти дальше на юг за пределы Палестины в Египет. Испытанием был не голод, а то, что перед лицом смерти Господь не говорит Аврааму, что делать. Это не значит, что Бог Авраама оставил. Но если вера Авраама живая, она спасет Авраама от смерти. Вот испытание. Жизнь или смерть. Аврааму предстоит спуститься в Египет. Заметим по ходу дела, что откровение Божье не было дано представителям какой-либо из великих цивилизаций. И Вавилон, и Египет были известны Аврааму. Он там бывал. Близко от Вавилона жил и мимо проходил, когда вышел из Месопотамии. А когда случился голод, Авраам отправился в Египет. Палестина так расположена, что ее жители соприкасались с той и другой цивилизацией. Все это находилось по соседству. Однако откровение шло своим путем. Мимо цивилизационных центров. То есть откровение идет мимо центров великих цивилизаций древности. Вера живая, спасает от смерти. В Египте Авраам будет спасен от смерти. И тогда возникнет семья как церковь. Как только явится спасение, явится церковь. Семья Авраама должна родиться как церковь. То есть что это имеется в виду? Вот хорошая семья. Вот Авраам верующий человек. Но это еще не церковь. А вот приходит спасение от смерти и является церковь. Она являет свою природу главную. Являет то, чем мы занимаемся на этих наших беседах. Мы выясняем, что есть спасение. В Египте Авраам должен будет сказать, что Сара сестра его. И Сару заберут к фараону. Очень сложный в богословском отношении эпизод. И сегодня мы только подступимся к нему. Чтобы разобраться в этой истории, нужно будет подготовиться. И самый эпизод исследовать, и привлечь другие библейские сюжеты. Также мы будем сверяться с церковным преданием. Сегодня нам предстоит уяснить некоторые понятия предварительные. От Авраама идет возобновление церковной жизни. А церковь Божья может принимать различные формы церковной общности. И все основные формы церкви обозначены в книге Бытия. Первая. Это райская церковь. Адам и жена. Непосредственно после грехопадения церковное сознание, связь с Богом и человека с человеком затмилось. Вторая форма. Род. Сначала это был род сынов Божьих. От Сифа. После потопа. Это был род Ноя. После Вавилонского столпотворения род Ноя разделился на этносы. Потомки Сима утратили веру в единого Бога. Наступил перерыв в сознании церкви. Третья. Семья. Авраам, Исаак, Иаков, Иуды и братья его. Семья ушла в Египет. Народ утратил веру в единого Бога. Наступил перерыв в сознании церкви. Четвертая. Народ как церковь. Она была обещана Аврааму. Сотворю тебя в народ великий. Народ как церковь родился по выходе евреев из Египта. Это эпоха теократии, царств, пророк, пленов. Наступили века молчания. Когда не стало пророков у Израиля, пришли фарисеи и саддукеи. Наступил перерыв в сознании церкви. И пятая форма церковной общности после пришествия Христова. Вселенская церковь. Она была обещана Аврааму. Благословятся в тебе все племена земли. Вселенская церковь. Конечная форма церковной общности. Врата ада не одолеют ее. Ее бытие непрерывно. В жизни Авраама совпадают два ряда событий. Утверждение веры в неверном мире и соседание семьи, верующего как церкви. Нам предстоит понять, как семья Авраама превращалась в церковь. Мы можем в истории наблюдать аналогичный процесс, который сейчас по своей аналогии с тем, что мы изучаем, поможет нам понять предмет. Аналогичный процесс, как народ, происшедший от Авраама, превратился в церковь. Эти два процесса в чем-то похожи. Одно помогает другое понять. История исхода может многому нас научить. Что происходило с потомками Иакова Израиля, когда в Египте было утрачено богопочитание, мы не знаем. В историческом изложении между двумя формами церковной общности, семья и народ, так же, как между книгами «Бытие» и «Исход», лежит пустота. Потомки Иакова пришли в Египет, как большая патриархальная семья. Шло время, и настало время, чтобы с семьи начал возникать народ. В Египте народ должен был вырасти и созреть, как плод в очереве матери, чтобы затем родиться на свет. Вот аналогия такая. Народ должен был в Египте созреть, как плод в очереве матери, чтобы затем родиться на свет. Земля египетская, где вызревал народ Израиля, отнюдь не была материнским лоном. Однако она питала и заключала его в себя, как пленник и раба. Должна была в свое время, как женщины рожают, и в муках народ из себя извергнуть, как сказано в Писании, выгнать из земли. А он должен был умереть, как раб, чтобы родиться в свободе, как сын Божий Израиль. Евреи должны были выйти из Египта в Палестину, чтобы родиться, как церковь Божья. Аналогично семья Авраама должна была выйти из Месопотамии в Палестину, чтобы родиться заново, как церковь Божья. Как женщины рожают в муках, так и церковь рождалась в муках. Это важно понять, что церковь рождается в муках. И вселенская тоже. Насколько трудным был акт родов, исторический процесс рождения народа Израиля, настолько же трудным было рождение семьи Авраама в церковь. По историческим меркам возобновление церковного сознания и в том и другом случае было скорым, как вспышка. Это драматическая жизнь одного поколения. С точки зрения истории это очень короткий срок. И разве не таким было рождение Вселенской Церкви с пришествием Христа Спасителя? Да. Это были тоже события, которые уместились в жизнь одного поколения. Когда мы всматриваемся в жизнь семьи Авраама, то не с отвлеченным интересом отнюдь. Ну, можно так поставить опрос. А кто из нас родился в нормальной семье? Кто из нас родил ребенка не до, а после того, как устроил свою семью? Нормальная, устроенная семья – это малая церковь. Что сейчас создать семью проще, чем Аврааму, разве нам, живущим при Вавилоне, разве проще, чем Аврааму? В жизни Авраама наблюдаем, как из семьи рождается семья, как из хорошей семьи рождается церковь. Перед нами не семейная хроника, но богословское изложение, богословское повествование о жизни верующей семьи в крайних испытаниях, что сопоставимо с мученичеством. Церковь хранит опыт, что жизнь в семье сопоставима с мученичеством и обозначает его венцами в таинстве брака. В жизни Авраама последовательно созидалась семья. Напишем духовные этапы созидания этой семьи. Вот сейчас я буду перечислять эти условия, и каждый из нас может посмотреть на свою жизнь. Первое исходное состояние – это патриархальная семья. Что такое патриархальная семья? Это такая семья, в которой сохраняется сыновство. Отношение сына к отцу и праотцу сохраняется до Адама. Патриархальная семья возбраняет забвению человеческой природы или идеи о том, что человеческая природа может быть изменена, а возможно ее перемене, трансформации. Патриархальная семья – это охранение человека от Каина и Вавилона. Каина и Вавилон – это два пути погибели. Второе. Сказал Бог Аврааму. Аврааму слышал. Апостол Павел говорит – вера отслышания. Отслышание через Слово Божье. То есть первый акт веры предполагает слышание и простое послушание. Бог говорит не только с Авраамом. Он говорит со всяким, кто хочет слушать Слово. Бог говорит со всяким, кто хочет слушать Слово. Где мы сейчас можем слышать Слово Божье? Где оно звучит? Оно звучит в церковном собрании. Слово Божье сохранено в Писании. И чтение Писания – хорошая подготовка, чтобы слушать Слово Божье, когда оно звучит в церковном собрании. Третье. Аврааму в Месопотамии было сказано – выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего. Отцы Авраама подвергались косвенному воздействию соседней цивилизации – Вавилон. Ее окаянство. Необходимо стало отлучить семью от этого опасного соседа. Если семья – церковь, то она не от мира сего. Семья в мире – сем. Но не от мира сего. Как это бывает, мы видим на примере ковчега. Он был погружен в воду ровно настолько, чтобы быть безопасным в плавании. Для того, чтобы дух мира сего не захватил церковь и семью не захватил, необходимо распознавать дух Каина и Вавилона и всячески удаляться от него. Для этого в церкви установлено таинство покаяния. Мы сейчас живем в большей близости к Вавилону, чем был Авраам в Месопотамии. Точнее, Вавилон стал к нам ближе, чем он был к древним семитам. Отсюда можно заключить, какие усилия нужны, чтобы не допустить проникновения враждебного духа в свое семейство. Четвертое. Если с сыновним сердцем читать историю Авраама, то мы испытываем личную благодарность к праотцу. И с таким смыслом можем просить Отца Небесного, не веди нас во искушение Авраамова. Он должен был покинуть родину, а для меня за границей не жизнь. Если у нас правильное отношение к Аврааму, то отсюда возникает молитва, как подтверждение сыновства. В молитве человек научается благодарить и просить. Просить не стыдно, если мы обращаемся к родному Отцу. Не веди меня в искушение, которые претерпели за меня праведники, и дай мне долю в их труде. Если я им благодарен, то я могу по совести иметь долю в их труде. И как Авраам не повторял подвигов Ноя, Сифа, Еноса, так будет и в последующей жизни Церкви. Каждая эпоха в жизни Церкви несет свои труды. Пока я в Церкви, я могу пользоваться всем церковным достоянием. Ни маленьким своим, лично приобретенным, ни плодами своих добродетелей, ни наградой за собственные труды, а всем опытом святости, который никуда из Церкви не уходит. Отцы потрудились, а мне нужно только суметь взять, просить и благодарить. Далее, это центральный момент. Когда Господь говорил с Авраамом, Он сказал, выйди в землю, которую я тебе укажу. Не было сказано, как выйти при живом Отце и куда идти. Авраам пошел, и он, как мы видели, шел правильно, действовал правильно. Действовал точно, в каждом конкретном случае. Авраам предпочел неизвестное известному, невидимое видимому. Эта способность называется вера. Мы видели, как Авраам в чужой земле умело себя ввел. Умение по вере делать конкретные шаги есть свидетельство живой веры. Живая вера поступательная. Это такое движение в духе, которое предполагает самостоятельность человека. Живая вера – центральный момент в созидании семьи. Далее, отношение к своему роду. Первым свидетельством живой веры Авраама было единственное правильное найденное им отношение к своему роду. Авраам не выходит из послушания отцу. Устроилось так, что Фара вывел семью из земли халдейской. Авраам дождался мирной кончины его. Однако Авраам не заботится, чтобы похоронить отца в той земле, куда ведет его Господь. Авраам оставляет гроб отца. Не так, не так будут вести себя потомки Авраама. Они будут заботиться о погребении отцов в земле обетованной. Правильно они делали? Правильно. Потомкам Авраама Господь не дал искушение Аврааму оставить гроб отца. Через Авраама один раз, и этого достаточно, было засвидетельствовано. Верующий любит Бога больше, чем отца. Авраам нашел единственно правильное соотношение того, как почитать родителей и как чтить Бога. И это единственный способ не переносить проблемы своих родителей в свою семью. Человек является членом одной семьи, как сын или дочь, и он является членом другой семьи, как муж или жена. Если проблемы с родителем переходят в новую семью, то они придут одни из семьи мужа проблемы, другие из семьи жены. Это не хаос, это вполне конкретный кошмар. Церковь учит, как его избежать, а именно, в вере почитать родителей. Далее, отношение к имуществу. Стоянка в Харане, где пожил и умер отец Авраам, была долгой. Авраам уходит и берет с собой только то, что нажито там, в Харане, на месте стоянки. Он ничего не берет из того, что было нажито в Вавилонии. Земле нечестия. Это важное качество для семьи. Правильное отношение к имуществу. Соблазн цивилизации – это умножение потребностей. Когда предложение рождает спрос. Достижение прогресса нужно держать на дистанции от семьи. Не нужно сразу приносить семью, особенно давать детям, последнее изобретение цивилизации. Разумное отношение к потребностям приносит в семью мир. Далее, как Авраам приобрел опытность. Господь открыл Аврааму цель пути – Ханаан. Когда Авраам прошел Ханаан насквозь, увидел, что земля занята, ничего не сбывается, он проявил терпение и постоянство. Ему Господь явился и удостоверил. Все сбудется вопреки очевидности. Так Авраам испытал, что такое опытности. Лучше всего об этом сказал апостол Павел. Скорбь заделывает терпение. Терпение же – опытность, опытность – надежду, а надежда не постыжает. Ибо любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Скорбь, терпение, опытность – надежда. Далее. Опытность верующего есть удостоверенность живой веры. Верующий начинает проявлять мудрость в очень сложных ситуациях. Так после явления ему Господа Авраам ведет себя не дерзко и верно. Он ведет себя подобно величайшим праведникам Еносу и Ною. Подобно, но не след в след. Так он обретает свободу. Первое его действие на земле обетования – жертвенник Богу. И когда еврейский народ начнет возвращаться из Вавилонского плена, первой общей заботой станет отстроить храм. Для мужа первая забота не о доме, не о шатре, но о церкви. Так возникает финальный образ семьи – свобода. Ополчение в пустыне – особое качество семейной жизни, готовность. Если есть готовность стать военным станом в пустыне, то будет мир в семье, полное единомыслия и согласия. И последнее. Когда Авраам странствовал по Палестине, он явил многие добродетели. Однако последнее испытание ему было дано Господом в Египте. И история учит нас, что созидание церкви в новой форме происходит только через мученичество. Созидание церкви в новой форме происходит через мученичество. Церковь должна родиться в муках. Чтобы Авраам и жена стали церковью, необходимо было не только Аврааму проявить терпение и мудрость, но нужно было Саре явить высшую добродетель жены. Вот это очень непростой вопрос. Что является высшей добродетелью жены? Об этом будем говорить в следующий раз. Это испытание Авраама и Сары в Египте. Но будем помнить, что образом церкви Божией является жена. Жена – это последнее из творений Божьих. Жена – это также первый рубеж обороны от врага рода человеческого, как сказал Господь дьяволу в образе змея. «Вражду положу между тобою и между женой». Когда жена исполняет свое высшее служение, происходит нечто необыкновенное в жизни церкви. Чтобы разобраться в этих вопросах, мне потребуется ваше нераздельное внимание, но в следующий раз.